Прямо сейчас, смотрите. Удушливый расцвет в Харькове жильцы общежития просто не смогли выбраться из огненных коридоров. И после смерти сплошные загадки сегодня в Англии так и не похоронили Березовского, где тело опального олигарха. Нацистская невеста в Германии, бизнес-леди, продолжила дело Гитлера. Восемь вечера в Украине, подводим итоги понедельника. Я, Анастасия Даугуля. Пожары в Харькове. Трое людей погибли. Жизни еще восьмерых человек, среди которых четверо детей, до сих пор пытаются спасти. Все они отравились угарным газом. Огонь охватил здание Харьковского общежития рано утром, когда его жильцы еще мирно спали. Как они выбирались из охваченных пламенем коридоров в кромешном дыму, расскажет Светлана Шекера. Огонь вспыхнул на рассвете. На третьем этаже общежития люди крепко спали и не слышали, как два часа в коридоре бушевало открытое пламя. Будить друг друга и звать на помощь жильцы начали только в шесть утра, когда дым уже заполнил все здание. Женщина прибежала к нам на этаж и начала кричать, что третий этаж горит, везде все закрыто. Ну я же быстренько подняла соседку, разбудила. Начали по остальным соседям стучать, чтобы выходили люди с первого этажа. Летело, трещало, все. И люди выходили. И вот это вот мы все на улице. Прибывшие на место спасателя не смогли быстро развернуть лестницу. Деревья доходят до девятого этажа. Вот именно в тех местах, где необходимо было бы ставить автолестницу. И только с запасного выхода была возможность по автолестнице оказывать помощь людям. Наталья Корецкая в своей квартире сидела до последнего. Боялась выйти. Окошко вообще спрятала в шкаф. Бодичку спасли. Ой, окнится. Сидели до последнего, потом два часа пришли, двое мужчин. И говорят, что накрывайте лица чем-нибудь. Я полотенце взяла. От отравления угарным газом погибли трое жильцов. Две женщины и молодой парень скончались в карете скорой. Пострадали еще 10 человек. Среди них четверо детей. И один пожарный, который успел оттолкнуть людей. А сам попал под град обрушившегося стекла. 8 человек госпитализировано в лечебные учреждения города. Ожогов, к счастью, нет. Есть в больнице скорой помощи. Там ожоги верхних дыхательных путей. Но предпринимаются все необходимые меры. Огонь потушили за два часа. Уже в полдень людям разрешили зайти в свои комнаты и забрать самое необходимое. Выгорели полностью. Дверь сгорела, вещи сгорели. То, что не сгорело, уничтожено водой. Ничего себе. Это все, что вы успели забрать? Ну, как бы я еще не пересматривал. Возможно, здесь что-то уже негодное. Хотя бы на первое время одеться. Жильцы напуганы и растеряны. Для них развернули полевую кухню. Работают психологи. Очень многих пошли психосоматические реакции. Подскочило давление. Подскочил сахар в крови. Мы помогаем буквально заставить список вещей, которые нужно забрать. И где они лежат, их месторасположение. Уже известно, причиной пожара стал хлам из старой мебели в коридоре. Почему он загорелся, выяснит следствие. Всех жильцов в общежитии, а это 100 семей, отселили в гостиницу. Пока же здание обнесли лентой. Милиционеры должны круглосуточно охранять его от мародеров. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьков. В дыму был сегодня и левый берег столицы. Там горели склады, на которых хранится макулатура. Она воспламенилась моментально. А вот для того, чтобы потушить этот пожар, понадобилось почти три часа. Огонь охватил и внушительную территорию. Две с половиной тысячи квадратных метров. Внутри здания хранились только бумага и пластиковые бутылки. Они пылали быстро и ярко. Чёрный дым над крышами киевляне видели за несколько километров. К счастью, никто не пострадал. Причины происшествия выясняют. В милиции не исключают, что имел место поджог. ЧП в России и в Иркутской области упал вертолёт. Погибли как минимум два человека. Судьба ещё семерых неизвестна. Вертолёт Ми-8 перевозил специалистов российского МЧС. Они облетали территорию, оценивая паводковую ситуацию в регионе. Причины крушения пока не выяснены. В Германии стартовал, пожалуй, самый масштабный со времён Второй мировой процесс над неонацистами. В Мюнхене судят пятерых человек. Все они причастны к террористической организации под названием «Национал-социалистическое подполье». Эта группировка откровенно воплощала в жизнь идеи Адольфа Гитлера. Убивала эмигрантов, считая их низшими созданиями. Кроме этого, современные нацисты грабили банки. А заправляла всем в этой банде женщина. Все подробности у Андрея Бориса. Этот судебный процесс стал скандальным, ещё даже не начавшись. Первое слушание должно было состояться ещё три недели назад. Но его перенесли. Мест не хватило всем иностранным журналистам. Тогда Конституционный суд решил провести лотерею среди медийщиков. И опять не угодили. На слушание не попали крупные немецкие и международные агентства. Такие как Рейтерс и Франс Пресс. И вот сегодня первое слушание. Безопасность обеспечивают полтысячи полицейских. Работа у них появилась ещё до начала заседания. Две женщины попытались прорваться в суд через зацепление охраны. Это участницы митинга. Несколько тысяч человек, в основном эмигранты, собрались возле здания Фемиды в Мюнхене, требуя справедливого наказания для главной подсудимой. Её уже окрестили нацистской невестой. Просто невозможно поверить, что в Германии неонацисты несколько лет убивали людей только из-за того, что у них другой цвет кожи, другие имена. Баату Чепе обвиняется в участии в убийстве 10 человек, в основном приезжих из Турции. По данным следствия, она член ультраправой группировки «Национал-сотилистическое подполье». Организация действовала 13 лет. Убивали эмигрантов, грабили банки, взорвали два здания в Кёльне. И всё для того, чтобы посеять панику среди эмигрантов и вынудить их покинуть Германию, считают прокуроры. На след группировки вышли случайно в 2011-м. Двое её членов застрелились после неудачного ограбления, а Чепе сама явилась в полицию, попытавшись предварительно скрыть важные улики. На заседании она была одета как бизнесвумен, очень уверенная и чересчур высокомерная. Но для меня эта женщина только убийца. Я надеюсь, она заплатит за свои злодеяния. Кроме Беаты Чепе на скамье подсудимых ещё четверо человек. Их обвиняют в пособничестве террористам. Они сомжали группировку оружием и документами. Следователи не исключают, что в ходе слушания появятся и новые подозреваемые. Сегодняшнее заседание посвящено формальностям. Слишком много человек в этом деле замешано. Поэтому для начала нужно проверить, все ли они на месте. Потом выслушаем все стороны. Юристы прогнозируют, процесс продлится не меньше года. Не исключено, что за это время в деле появятся не только новые подозреваемые, но и всплывут новые факты о других жертвах неонацистов. Андрей Борис, подробности, телеканал Интер. То ли война, то ли налёт, то ли поклёб. Лёб, запутанная история на Ближнем Востоке. Руководство Сирии громогласно заявило, Израиль сбросил бомбы на её территорию. Власти еврейского государства в ответ промолчали. Но все заметили, что факт авиаудара в Тель-Авив, хоть и не подтвердил, но в то же время не опроверг. Очень сильно отличаются и данные о погибших. По одной информации их несколько сотен, по другой в десятки раз меньше. Что же случилось на самом деле, разбирался наш корреспондент Сергей Услендер. Официально Иерусалим пока хранит молчание. Впрочем, в подобных случаях израильтяне всегда ведут себя таким образом, ничего не подтверждают и ничего не отрицают. Совершенно неожиданно в поддержку Израиля высказался американский президент Барак Обама. Он осторожно намекнул, что Израиль имеет право себя защищать. Я уже говорил ни раз и ни два, что израильтяне имеют полное право препятствовать передаче оружия таким террористическим организациям, как Хезбалла. Ее руководство неоднократно заявляло, что готово атаковать ракетами даже Тель-Авив, поэтому израильтяне должны быть на стороже. Израильское руководство многократно подчеркивало, что не допустит распространение террористического оружия по региону, особенно в Ливан, где оно непременно попадет в руки террористического движения Хезбалла. Налет уничтожил очередной конвой, который с грузом дальнобойных ракет направлялся к ливанской границе. Кроме того, по поступившей серии информации, авиаудары разрушили казармы элитного сирийского спецназа и склады с оружием в пригороде Дамаска. Очевидцы сообщают, что взрыв был чудовищной силой, по всей видимости, сдетонировали хранившиеся на складах снаряды. Мы увидели атакующий самолет и сразу ударила ракета. Это территория мирная. Мы тут держали коров, выращивали цыплят и еще следили за обстановкой вокруг. В материале коллег из Сирии осталось за кадром, почему, собственно, цыплят и коров выращивают люди в касках, бронежилетах и с автоматами, и почему на месте якобы разбомбленной фермы в изобилии валяются минометные снаряды. Сирия повела себя традиционно, еще не осела пыль на месте разбомбленных объектов, а в адрес Израиля уже посыпались угрозы. Мы обязаны защищать свою страну от всех угроз, внутренних и внешних. Израильский авиаудар по пригородам Дамаска развязывает нам руки. Какой будет ответная реакция Сирии, и будет ли она, пока не ясно. Помнится, в январе после подобного налета, когда израильские самолеты разбомбили армейский исследовательский центр и подобный же конвой с оружием, Сирия тоже обещала всяческие суровые ответные меры, но тогда угрозами все дело и ограничилось. Асаду сейчас крайне невыгодно открывать второй фронт. Его армия измотана непрерывными боями с повстанцами. Тем не менее, армейская и израильская группировка на Голландах приведена в состояние повышенной боевой готовности. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Ушел из жизни итальянский политик-рекордсмен Джулио Андриотти. Ему было 94 года. Семь раз он занимал пост премьер-министра Италии, а также возглавлял все возможные министерства в стране. За свою долгую политическую карьеру даже получил прозвище «Вечный Джулио». Скандалы, связанные с его именем, тянутся еще с начала 90-х. Тогда в Италии началась громкая кампания по борьбе с мафией. За связь с преступными группировками премьера судили. Процесс длился несколько лет. Политик объяснял, что так мафиози мстят ему за серию антикоррупционных законов и доказал таки свою невиновность. Бурная жизнь Андриотти стала темой художественного фильма под названием «Изумительный». Кстати, эта картина получила приз Каннского фестиваля. Несостоявшиеся похороны в Великобритании сегодня должны были предать земле тело Бориса Березовского. Но церемонию, по всей видимости, перенесли. Я говорю по всей видимости, так как все, что связано со смертью опального олигарха, по-прежнему окутано тайнами и загадками. До сих пор не обнародовано заключение о причинах смерти. Самоубийство, убийство или несчастный случай. Но поскольку полиция все-таки выдала тело родственникам, следователи, вероятно, свое решение уже вынесли. Наш корреспондент Оксана Кундеренко находится в Лондоне и буквально по крупицам собирает информацию о Борисе Березовском. Уже дважды родственники Бориса Березовского объявили, что хоронить его будут именно здесь, на кладбище Ганнерсбери в Лондоне. Оно маленькое и тихое, считается польско-армянским, но есть тут и украинские, и русские могилы. Березовского решили предать земле именно на этом кладбище, потому что тут похоронен его близкий друг, философ Александр Пятигорский. Пару дней назад даже определили дату, 6 мая. Но вот стало ясно, что сегодня на Ганнерсбери Березовского хоронить не будут. Об этом нам в частных беседах поведали приближенные к семье умершего, и уже официально некоторые из друзей заявили, что похороны перенесены на неопределенный срок. В связи с многочисленными вопросами и запросами по поводу похорон Березовского сообщают, что на данный момент у меня нет никакой информации относительно места и времени. Организация похорон контролируется семьей Бориса Абрамовича. Семья в первую очередь не хочет допустить, чтобы похороны Березовского превратились в медиа-события. Поэтому, конечно же, приглашать прессу, тем более телекамеры, не желают категорически. Используют вот такую тактику лжеинформирования. Но чего родные не могут запретить, так это того, чтобы с Березовским попрощались его друзья. Он был близок со многими бизнесменами, общественными деятелями, журналистами, политиками. И они, конечно же, приедут на его похороны. А по нашим данным, некоторые из них сейчас даже в Лондоне не находятся. И вот до сих пор не ясно, состоятся ли похороны на этом кладбище Ганнерсбери. По слухам, Березовский может найти последний покой в графстве с Сурой, а там расположены более полутора десятка кладбищ. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности, Британское бюро телеканала Интер. А в США свой похоронный детектив там никак не могут предать земле подозреваемого в терактах в Бостоне. Власти уже трех американских штатов Коннектикута, Нью-Джерси и Массачусетса категорически отказались предоставить для покойного Тамерлана Царнаева место на кладбище. Тело просто некуда везти из морга. Родственники хотели провести церемонию по мусульманским обычаям в городе Вустер, штат Массачусетс, где последние годы и жил Тамерлан. Однако местные жители взбунтовались, даже организовали акцию протеста и потребовали вообще увезти тело Царнаева за пределы США. То, что сотворил этот человек, большое злодеяние. Он не заслуживает того, чтобы его похоронили на американской земле. Пускай его отправят домой, туда, откуда он приехал. Напомню, братьев Царнаевых подозревают в организации взрывов во время марафона в Бостоне. Тогда погибли три человека, а почти 300 получили ранения. Теракт стал первым самым масштабным в США после трагедии 11 сентября. При задержании старший брат Тамерлан был убит, младший Джахар ранен. Сейчас ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение. В Крыму сегодня бушевали сражения. Об этом и не только. Смотрите далее. Российская интеллигенция стихами против режима Владимира Путина. Мексиканский детектив в границе с США трещит по швам. И пасхальный душ, как львов, сухим из воды не вышел. В Крыму штурмом взяли Сапунгору и выбили остатки отчаянно сопротивляющихся войск вермахта. В Севастополе реконструкция одного из ключевых сражений за город времен Великой Отечественной. В показательном военном представлении приняли участие несколько сотен реконструкторов. Они приехали из самых разных уголков Украины. А посмотреть этот бой пришли десятки тысяч севастопольцев и туристов. Репортаж Максима Кошелева. Это был последний рывок советских солдат в освобождении захваченного немецкими войсками Севастополя. Утром 7 мая 1944 года по их позициям на Сапунгоре открыли массированный артиллерийский огонь. Затем начался штурм. Противник ожесточенно сопротивлялся. В сегодняшнем бою все в точности как 69 лет назад. Душа вложена на 200%. И патронов бывает не хватает. И братья по оружию помогают. Там 2-3 патрона дают все в бой. Идешь на врага и я считаю, что мандраж настоящий прям пробивает. Участники реконструкции стараются максимально достоверно воссоздать картину боя и образы солдат. Говорят, тут важны мельчайшие детали обмундирования и оружия обеих армий. Кому-то нравятся, понятно, немецкие войска, кому-то советские. Но неважно. То есть люди, чтобы видели, чтобы щупали, чтобы могли понять, как тяжело было тогда солдатам обоих враждующих сторон. Штурм Сапунгоры в мае 1944-го одно из главных событий в истории Севастополя. Поэтому для горожан праздник особенный. Сюда приходят тысячи людей, часто целыми семьями. Дети, особенно мальчишки, в восторге от представления. Говорят, увидев битву, даже истории города стали больше интересоваться. У меня там вот каждый сцен, который там написан, про историю, я все время это читаю. Мне это очень интересно. Мне понравились эти очень большие взрывы, самолеты, которые летали. Мне очень классно это было. Большие впечатления. Но больше всего эмоций у ветеранов. Виктор Львович Нарышкин в морской пехоте прошел всю войну. Говорит, взрывы и стрельба, пусть даже холостые, будто возвращают в то время, когда он, 18-летний, защищал свой Севастополь. Воевал, как все. Надо было в атаку ходить. Надо было оборонялись. Как я остался живым. Я же на фронте был, на Микензинград. Первый штурм, как дал, меня засыпало и землей. И в контратаку ходили. После удачного штурма Сапун-горы участники сегодняшнего боя отправились фотографироваться и есть полевую кашу. А советские войска в 44-м еще два дня продолжали выбивать врага из города. Севастополь был полностью освобожден к 9 мая. Максим Кошелев, Виталий Зитковский. Подробности с телеканал Интер. Крым. Не пропустите 9 мая на нашем канале. Обещаем насыщенную программу. Во-первых, исторический парад победы 45-го. Причем вы увидите не черно-белые, а цветные кадры. В прямом эфире будем транслировать и современный парад в Москве. Будут включения из разных регионов Украины, интервью с известными актерами о традициях празднования в их семьях. В студии ждем интересных гостей. Все это марафон под названием «Наша победа». Смотрите на Интере. 9 мая, начиная с 7 часов утра. В Москве в эти минуты заканчивается митинг оппозиции. Протестующие собрались недалеко от Кремля, на Болотной площади. Она заполнена несогласными с политикой Владимира Путина. Кто из известных россиян вышел сегодня публично выразить свой протест? Подробности узнаем у нашего корреспондента Вениамина Трубачева. Он работает на месте событий. Организаторы опасались, что на митинг придет немного людей. И объясняли это тем, что сегодня в России рабочий день. И просто все желающие физически не смогут добраться на место проведения акции. Но оппозиционеры в планируемом формате не смогли собраться по другим трагическим причинам. Во время монтажа сцены погиб волонтер Максим Милков. На него упало сорвавшееся скрепление звуковая колонка. Оппозиционеры начали с минуты молчания. Давайте почтим его память минуты молчания. Сегодняшнюю дату 6 мая выбрали неспроста. Ровно год назад на этом же месте проходил митинг, завершившийся массовыми беспорядками. Власть обвинили протестующих в агрессии по отношению к полицейским. Сейчас в следственных изоляторах находится 16 человек. Собравшиеся считают их невиновными, а аресты называют политическими репрессиями. Один за все! Все за все! Кроме лозунга о свободу политзаключенным, на митинге звучат и традиционные требования. Отменить результаты парламентских и президентских выборов и назначить новое, уже честное голосование. Россия без Путина! Россия без Путина! На сцене сегодня практически все видные оппозиционеры. Алексей Навальный, Борис Немцов, Михаил Касьянов, братья Гудковы. Нет только Сергея Удальцова. Он находится под домашним арестом. Выступают и известные артисты. Я слышу хрип и смертный стон и ярость, что не уцелели. Следить за порядком были призваны тысячи и тысячи полицейских. Едва ли не в каждом переулке, примыкающему к болотной площади, припаркованы автозаки и грузовики, в которых сидят люди в форме и с дубинками. Пока протест мирный. Акции оппозиции сегодня проходят не только в Москве. Еще протестуют в десяти других российских городах. Среди них такие крупные, как Санкт-Петербург, Омск, Челябинск, Ростов и Екатеринбург. Вениамин Трубачев, Виталий Коваленко. Подробности российское бюро телеканала Интер. Москва. Не утихают волнения столицы Бангладеш. В результате столкновений полицейских и радикальных исламистов погибли уже 37 человек. Более сотни раненых в больницах. Негодование радикальных течений вызвал отказ премьер-министра страны закрепить в Конституции принцип абсолютной веры в Аллаха. Исламисты требовали ввести новый закон о богохульстве, который предусматривает жесткое наказание за оскорбление ислама. В поддержку этого закона на улицы вышли 70 тысяч человек. Они поджигали машины и громили витрины магазинов. Полицейские пытались утихомирить демонстрантов, но тщетно. Митингующие разошлись только после того, как против них применили слезоточивый газ и резиновые пули. Переполох на американской границе в Штатах по соседству с Мексикой силовиков перевели на чрезвычайный режим. И все из-за будущей иммиграционной реформы. Напомню, Барак Обама намерен дать официальный статус нелегалам. Именно это и вызвало ажиотаж. Самые находчивые уже сейчас селятся в маленьких мексиканских городках на границе с США, чтобы в день объявления реформы быстро перебраться через границу и получить гражданство. Дмитрий Анопченко с подробностями. Тимоти Хэмилл и раньше трудился без выходных, а теперь и вовсе не видит семью. Его подразделение уже которые сутки работает в чрезвычайном режиме, патрулируя границу с Мексикой. Вон там слева мексиканская территория, а здесь совсем рядом Соединенные Штаты. Местность тут и без того неспокойная. Чего только стоят непрекращающиеся криминальные разборки и войны наркокартелей в мексиканских городках по соседству. Нелегалы постоянно пересекают границу и часто с оружием. А теперь добавилось головной боли из-за желающих обзавестись американским гражданством. Меры безопасности никогда не были так серьезны, как сейчас. И несмотря на это мы теряем людей. Уже несколько моих коллег застрелили во время патрулирования. Неспокойно тут. Чтобы снизить уровень преступности, а еще наполнить казну, Барак Обама и задумал одну из главных своих реформ. Миграционную. 11 миллионов человек, которые находятся в США незаконно, должны получить официальный статус. Главное условие. Уплатить налоги за все время нелегальной работы в Штатах. По расчетам это даст стране полтора триллиона долларов. Вот только в законопроекте записать забыли, как долго нужно находиться в США. Год или день. Поэтому люди и селятся просто на границе, в палатках. Чтобы в момент, когда реформу примут, прошмыгнуть в Штаты и без лишних усилий стать американцем. В США есть работа и жизнь побогаче. Так что всегда будут желающие сюда перебраться. Нас никакие стены не остановят. Жители Латинской Америки в погоне за американской мечтой. Продают сейчас весь свой нехитрый скарб. И налегке перебираются в окрестности Сан-Диего. Переполох и по эту сторону границы. В маленьких американских городках десятки мексиканцев каждый день стучатся в двери местным жителям. Просят нанять их на работу. Садовниками или уборщиками все равно. И зарплата не особо важна. Главное пересидеть на территории Соединенных Штатов. До момента, пока Конгресс проголосует за реформу. А возле Конгресса, что не день ту митинги, сторонники реформы требуют проголосовать за нее поскорее. Противники настаивают, мол, в нынешнем виде документ вообще не имеет права на жизнь. Эксперты, занимающиеся этой темой, уверены, оппоненты Обамы, республиканцы его нововведения провалят. Дав миллионам нелегалов гражданства, его уже не заберешь. Но кто поручится, что пообещав заплатить налоги, они это сделают. Кто гарантирует, что пообещав трудиться, они не возьмут пособие по безработице и не разорят бюджет. Так что люди зря ждут на границе. Реформа наверняка забуксует. Вот только потенциальные американские граждане прислушиваются не к экспертам, а к газетам. Поэтому на границе с каждым днем все больше людей. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Крепость пасхальных яиц сегодня испытывали в Виннице. Для этого устроили битву на Крашенках. Такие соревнования проходят в городе впервые. Каждый из участников принес с собой три яйца и по очереди сражался с соперниками. У кого скорлупа осталась целая и невредимая после всех сражений, того и обещали признать победителем. Почетный титул достался очень активному и очень юному участнику. Пятилетней девочке. В качестве вознаграждения ей вручили набор шоколадных яиц. Почему ты сегодня перемогла? У меня было сильное яйцо. У меня было сильное яйцо. Но бабушка меня перемогла. Это такой проект, скажем так, пилотный проект вот этого праздника. Это может быть для этого города брендовым мероприятием, на которое с удовольствием придут не только венчане, а и кто-то, кто приедет в наш город. А в Западной Украине сегодня было мокро, но не из-за погоды. Людей подмочила традиция пасхального понедельника. В этот день принято обливать друг друга. Вода льется из ведер и бутылок на соседей, друзей, девушек, прохожих и даже тех, кто очень не хочет попасть под холодный душ. Традиция символическая, очищая от болезней и напастей, во Львове водяные войны продолжались до последней капли. Попала и нашему корреспонденту Ольге Чепель, и даже нашему оператору. Воду! Воду! Это, пожалуй, единственное, что может испортить весь праздник. Отсутствие воды, как, например, в этом доме. Но там, где она есть, эмоции уже совсем другие. Пасхальный понедельник, мокрый или просто полыванка, как только не называют этот день. Неизменно одно. Здесь, во Львове, особенно в Шевченковском Гаю, он чересчур эмоциональный. Крики, виск, плач и даже блаженство. Это самая популярная молодежная традиция на Западной Украине. Главная цель которой – смыть все грехи и хворы телесные. Для парней в обычае заложен и другой смысл. Вот так, оказывается, они выражают свои чувства к девушкам. Ведрами, циберками, гречиками. Для юнотства, для людей молодых, это был такой момент выявить свою прихильность. Оружие водной войны тоже имеет значение. К примеру, когда-то по селам использовали в основном кувшины. Сейчас популярны и пластиковые бутылки, и вот такие шары. А по городу воду для обливания возят в машинах. Автомобиль просто ставят канистру, с которой постоянно пополняют водометы. Это просто для того, чтобы набрать буквально до заправы минимально. Впрочем, не все жители Львова рады такой традиции. Иногда на участников водных баталий даже пишут жалобы. В этом году милиция усилила бдительность. Но травмированных холодных душем до вечера не оказалось. Львовяне верят, что попасть хоть под каплю воды должен каждый. Ведь в пасхальный понедельник она обладает целебными свойствами и дарит здоровье. Не могу в этот день не оздоровить своего оператора. Может, какая-то капля и до вас долетит. Ольга Чепель, Юрий Голубинка. Подробности телеканал Интер. Любовь. Ух, почти до нашей студии долетела светлая и радостная вам пасхальная неделя. Все эти выходные дни информационная служба Интера будет с вами. Обязательно увидимся завтра, как всегда, в 20.00. И всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok